Эннеология Серёж, расскажи, что такое энеология, что такое энеокоррекция, что происходит во время энеокоррекции? Начнём с того, что человечество издревле интересовалось всем непознанным, необычным, и отсюда возникли эзотерические знания. То есть мы знаем, что ещё Кирмис Трисмегист писал трактаты по эзотерике, и как следствие, вот это наследие эзотерическое и перешло в науку-энеологию, науку о многомерном энергоинформационном обмене в мироздании. То есть это исследуют из аббревиатуры ЭНИО, энергоинформационный обмен. И естественно, каждый из нас понимает, что мы живём в многомерном мире, и то, что мы воспринимаем трёхмерные пространства, это ещё не значит, что мир трёхмерен. Мир многомерен. И если время мы воспринимаем как линейную координату вчера, сегодня, завтра, то это не значит, что время однонаправлено. Существует как минимум двунаправленность временного потока. И энергоинформационная коррекция позволяет нам выявлять многомерные причинно-следственные связи как в прямом, так и в обратном ходе времени, помогать человеку понять те энергоинформационные нарушения или, проще говоря, ошибки, которые человек совершил в своей жизни, отпустить их, то есть простить своих обидчиков, отпустить умерших в новое рождение, или осознать какие-то свои деяния, за которые ему могло бы быть стыдно. Во время энергоинформационной коррекции мы выявляем те патологические состояния, которые у человека присутствуют, или те нарушения в его событийном ряду, исходя из того, какие блокировки мы воспринимаем у него в поле событий. Причем, если посмотреть, как работает энергоректор, то со стороны можно заметить, что человек рукой водит, вот примерно вот так водит по воздуху и что-то якобы щупает. То есть информацию можно воспринимать не только визуально или просто знать ее, ее можно воспринимать на сенсорном уровне. И вот сейчас мне хотелось бы сказать о том, как идет восприятие этой информации. Здесь мы должны коснуться темы присутствия у человека энергетических центров. Основных центров 7. И когда энергоректор работает и проводит рукой по границе перехода мир-антимир, то, соответственно, чувствует те или иные подключения системы, через которые идет отток потенциала у человека, и, соответственно, могут возникать какие-то патологические состояния. А мир-антимир, что это такое? То есть, условно говоря, человека мы делим на мир, граница перехода, антимир. То есть, антиматерия. Расскажи, пожалуйста, подробнее об энергоцентрах. Основных центров 7. Первый центр находится в районе макушки головы человека, чуть выше. Он отвечает за способность человека свободно выходить в информационное поле. Блокировка по этому центру не дает человеку возможность нормально выходить в информационное поле и получать информацию. В принципе, каждый человек должен спокойно выходить в информационное поле и считывать любую интересующую его информацию. Надо сказать, что нет ничего экстра, нет ничего экстрасенсорного. Это нормальная ситуация, когда человек выходит в информационное поле и считывает информацию. Другое дело, что эти возможности у человека в силу тех или иных причин заблокированы. И делается это искусственно, это сделано специально для того, чтобы была общая блокировка в ментальном плане, чтобы каждый человек не мог выйти в информационное поле. Иначе все все знали бы, не совершали бы ошибок, невозможно было бы изымать потенциал у человека. Вот блокировка по первому энергоинформационному центру и не позволяет человеку выходить в информационное поле. Второй энергоинформационный центр находится в районе между глаз. То, что люди обычно воспринимают как третий глаз. Хотелось бы отметить, что третий глаз находится не вот здесь, не в межбровии у человека, а это все тело является третьим глазом. И неправильно понимать, что человек думает, что человек воспринимает только этим местом какие-то сверхчувственные вибрации. Блокировка по второму центру не дает человеку возможность визуализировать информацию. То есть этот центр отвечает за способность к визуализации и за способность к образному мышлению. Блокировка по этому центру ставится также в случае зомбирования человека. Когда человек вызывает духов, опять-таки в этом же случае устанавливается канал связи с какой-то эгрегориальной моделью. То есть с той астрально-ментальной сущностью, эгрегор, что такое? Это некая астрально-ментальная сущность, представляющая интересы какого-то социума, который одинаково мыслит. То есть можно говорить об эгрегоре государства, об эгрегоре семьи, о магическом эгрегоре. О религиозном эгрегоре. Вот когда мы вызываем духов, гадаем, вот монтируется канал в уровень затылка. И это вызывает блокировку второго энергоинформационного центра, который также отвечает за гормональный фон. За гормональный фон отвечает еще и третий энергоинформационный центр, который находится на уровне щитовидной железы. Как правило, блокировка связана с тем, что кто-то в поле событий, кто-то в окружении у человека вешался. Человек посочувствовал и через сочувствие на себя перезаписал определенную информацию через повешенную. И вот это дает впоследствии блокировку по щитовидной железе. Четвертый энергоинформационный центр находится на уровне сердца. Он отвечает за процессы газообмена в организме и за работу сердца. Блокировка по четвертому энергоинформационному центру ставится в том случае, если у человека проблемы в семье, проблемы в личной жизни. Это разводы, это скандалы. И далее, пятый энергоинформационный центр находится на уровне желудка, отвечает за работу желудка, печени, поджелудочной. Сюда записываются стрессовые ситуации. То есть, если брать такое психосоматическое заболевание, как язва желудка или язва двенадцатиперстной кишки, это психосоматическое заболевание является последствием стресса. Далее идет шестой энергоцентр. Он находится в районе пупка. Он отвечает за работу кишечника в общем. И седьмой энергоцентр отвечает за репродуктивные функции человека. Этот центр находится в районе гениталий. Помимо этого, основная его функция – это психофизическое регулирование человека. Он отвечает за психофизическую стабильность. Далее есть восьмой и девятый центры. Но они уже, условно говоря, не относятся к основным. Это восьмой центр находится в районе коленей. Девятый центр находится в районе стоп человека. Отвечают они за блокировку, точнее, по этим центрам. Свидетельствуют о том, что человек чрезмерно сожалел об умерших. И это привело к таким патологиям, как артриты, полиартриты, варикозы у человека. И вот еще раз вернемся к тому, как проводится коррекция. Когда мы корректируем кого-то, мы смотрим по энергоинформационным центрам, находим блокировки, то есть канал подключения системы изъятия потенциала, через который и изымается потенциал у человека. Соответственно, если по границе перехода мы видим подключение на уровне четвертого центра, то, соответственно, у кого-то в окружении у этого человека, либо у него самого, могут быть в будущем проблемы с сердцем. Или в настоящем проблемы с сердцем. Или у кого-то был инфаркт, он посочувствовал кому-то в окружении. И через это сочувствие на себя перезаписал эту информацию. Вообще нужно отметить, что сочувствие недопустимо. Поскольку сочувствие, соучастие. Когда человек сочувствует, он перезаписывает на себя информацию с того, кому он сочувствует. По сути, при этом он наносит астральный удар этому человеку. Нанося астральный удар, то есть повреждая его иммунную, многомерную иммунную оболочку. То есть астральное тело, астрально-ментальное тело, это многомерная иммунная оболочка человека. Повреждая эту оболочку, он наносит ему астральный удар. А тот человек по закону сохранения энергии может перераспределить на того, кто ему посочувствовал, свои ошибки. Вот таким образом через сочувствие и идет перезапись информации, которая как следствие дает определенную патологию. И при этом нужно отметить, что не обязательно быть черствым, как сухарь. Нужно также любить, помогать, заботиться, но не сочувствовать. Если вы видите, что человеку плохо, подойдите, объясните, где он допустил ошибку. Это будет реальная помощь, но не должно быть вхождение в ситуацию. Многие люди часто прибегают к мистике, к приворотным действиям, к гаданиям, к вызовам духа и каким-то подобным вещам. Расскажи, пожалуйста, что происходит с полем событий этих людей в результате? Часто во время коррекции мы сталкиваемся с тем, что человек ходил, привораживал, отвораживал, вызывал духов, гадал. И это все очень ясно видно в поле событий у человека. К сожалению, последствия магических ритуальных действий бывают очень негативными. Допустим, вызов духов, а их множество видов спиритических сеансов, вызов духов приводит к гаданиям, приводит к проблемам в дальнейшем сформированием семьи, семейной жизни. Это невозможность встретить своего супруга или свою супругу, невозможность родить ребенка. Это ощущение, что человек живет другой жизнью, как будто что-то изменилось в жизни, что-то поменялось, какой-то ложный стример появился в жизни у человека. Нужно особо отметить, что гадание, по сути, представляет программирование поля событий человека. То есть, если у человека будущее многовариантно, то при гадании эта многовариантность пропадает. Что при этом происходит? Давайте рассмотрим подробнее. Человек пытается получить информацию из информационного поля, используя не свой ментальный план, не свой свободный выход в информационное поле, не свои какие-то наработки по полю событий, а какую-то эгрегориальную модель. Ну или кого-то другого, неважно, кто за этим стоит. Гадальный эгрегор стоит за этим. Вот, соответственно, когда человек выходит в информационное поле через какой-то эгрегор, будет то вызов духов или гадание, что по большому счету одно и то же, то, соответственно, эта структура внешняя имеет право воздействовать на человека. Монтируется, как я сказал, уже канал в области затылка, и через этот канал, но это, конечно, условная модель, через этот канал идёт программирование поля событий человека. Кто сказал, что поле событий, программируемое через гадание, оно наилучшим образом соответствует тому, чтобы человек хотел, чтобы у него было в жизни? Ведь отметаются все варианты, остаётся один, который был предсказан. Как следствие, естественно, будут какие-то патологии, так как, естественно, будет выводиться через эту гадалку тот вариант, на пути реализации которого человек совершит какую-то ошибку, через которую можно будет изымать потенциал. Человек не смог встретить жену или женился не на той девушке, которая закатывает ему постоянные истерики, и жизнь нормальная у неё складывается. Нет реализации семейной, нет личной реализации, через это идёт изъятие потенциала, идёт. Ребёнок родился, он не в той среде воспитывается, не в той. Соответственно, у него жизнь будет не так складываться. Вот вам, пожалуйста, типичный пример последствий элементарной глупости гадания и вызова духов. Серёж, расскажи подробнее про привороты. Среди приворотов нужно отметить следующее. Люди очень часто пользуются принципом отождествления, что недопустимо. Этот принцип построен на том, что астральный план, жертву, отождествляют на какой-то предмет. Допустим, на яблоко. Вот когда присушку делают, отождествляют астральный план на это яблоко, разрезают, складывают по углам, яблоко высыхает, что может произойти? Астральный план повредится, как следствие здоровье у человека будет нарушаться. Привороты недопустимы, в принципе, потому что это прямое воздействие на свободу воли человека. Самый тяжёлый в плане последствий для тех, кто практикует такое действие, привороты на крови. То есть, когда кровь добавляют куда-то в питьё, тем самым происходит подселение астрального плана того, кто привораживает, к тому, кого привораживает. Последствия следующие. Если мужчину таким образом приворожили, он чувствует это астральное подселение, от которого он не может избавиться. Он чувствует, что что-то им владеет, а понять это рационально не может. Следовательно, он ищет источник агрессии, не находя его, он начинает срываться на жене. Как правило, начинают избивать жён. Если мораль человеку не позволяет поднять руку на женщину, он начинает просто спиваться от безвыходности ситуации. Помимо того, есть же привороты, которые построены на заговорах. И вот здесь нужно отметить, что такой приворот, он строится следующим образом. Берутся информационные блоки, которые монтируются в поле событий человека. Вот, допустим, таким образом. Чтобы ноги твои вели тебя только ко мне. Чтобы сердце влекло тебя ко мне. Ну, вот девушка там начитывает такой приговор. Глаза бы видели только, ну, вот, эту девушку. Мысли были только об этой девушке, и желание возникало только по отношению к ней. И снимать такие привороты нужно, понимая последовательность, в которой этот приворот был поставлен. Иначе он может самовоспроизвестись, регенерировать, так скажем. Нужно также понимать, что та девочка, которая ставит или делает приворот, и тот экстрасенс, тот колдун, который пытается этот приворот сделать, они, по сути, жертвы. Поскольку эта система, эту девочку, в качестве кармического палача, привела к этому колдуну, который делает этот приворот. И через этот приворот он попадает на крючок в системе. И именно через этот приворот он уже никогда не сможет соскочить и будет потом отрабатывать этот приворот кучей болезней. Поэтому ни в коем случае, никогда, ни при каких обстоятельствах нельзя заниматься такого рода деятельностью. Вообще нужно сказать, что профессия целителя, она самая опасная, поскольку любой маг, целитель, экстрасенс, он себя ограничивает. Как я уже говорил, что эзотерика – это совокупность знаний обо всем. А магия – это только практическая сторона эзотерики. Поэтому если человек называет себя целителем, экстрасенсом, магом, он себя априори заранее ограничивает. Очень важный момент – безопасность в инеологии. Расскажи, пожалуйста, поподробнее об этом. Принципы безопасности в инеологии следующие. Основной принцип – это отождествление. Нельзя отождествлять проблему с человеком. Нельзя отождествлять кого-то, с кем-то. Ни в коем случае. Допустим, женщина ждет ребенка. Муж хочет обязательно мальчика. А там родилась девочка. Вот таким образом, отождествляя этого ребенка, который идет в рождение с мальчиком, а рождается девочка, он наделяет эту девочку какими-то мужскими качествами, какими-то мужскими чертами отец. Просто потому, что он хочет мальчика. Соответственно, у девочки в дальнейшем, когда она подрастет, может не складываться личная жизнь. У нее будут проявляться какие-то рябящие черты. Поэтому отождествление недопустимо. Так же, как и недопустим, принцип персонификации. Должен соблюдаться принцип неперсонификации. То есть каждый человек должен понимать, что не кто-то виноват в его ошибках, не кто-то виноват в том, что у него что-то заболело, не кто-то ему порчу поставил. А порча появилась, потому что он сам допускал множество ошибок. Он сам привораживал, он сам гадал, вызывал духов, обсожалел об умерших, он сочувствовал другим людям чрезмерно. И это привело к тому, что его многомерная иммунная оболочка повредилась. И благодаря этому появилась возможность на него воздействовать. И тот человек, который на него воздействует, он сам жертва этой системы. Всегда нужно задуматься, не кто мне сделал, а за что. Где я допустил ошибку, что на меня это действует. Если человек не допускает ошибок, можете колдовать, привораживать, отвораживать, что угодно можно с ним делать, на него просто ничего не подействует. Он будет абсолютно прозрачен для системы. Должна быть также точная адресность мыслеформы. Если человек ставит какую-то мыслеформу, тот же самый экстрасенс или кто угодно, он ставит определенную мыслеформу, то должен быть точный адрес. Вот хотелось бы привести пример. Он, кстати, описан в книге «Генеалогия». Там адепт одной из изотерических школ экстрасенсорной пытался вырастить лук. Там у них было задание экстрасенсорно воздействовать на лук. По разным баночкам разложили. В одной банке нужно было погасить рост лука, в другой нужно было оставить его в покое, чтобы он рост как растет. А в третьей банке нужно было усилить рост лука. Вот что получилось. Так как этот адепт этой школы не понимал того, что должен соблюдаться принцип точности адресности мыслеформы, он воздействовал на лук в целом. Он же не говорил, что конкретно эта луковица должна прорасти. Именно в этой банке. Соответственно, генерировалась мыслеформа неправильная. И пророс лук у какого-то там колхозника по соседству. Весь лук в подвале вдруг взял и пророс. Естественно, этот колхозник, увидев, что у него в подвале пророс лук, вышел, поругался как следует, как положено матом, и тем самым нанес астральный удар тому, кто был за это ответственен. Ответственным был этот адепт. Как вследствие этого, этому адепту стало плохо просто. Ну, такой астральный удар получить. Причем непонятно откуда. А всего-то навсего не соблюдал законов энергоинформационного обмена. Предположим, такую ситуацию. Пришел на прием какой-то человек, и вследствие коррекции получилось так, что все его ошибки были проработаны. Настолько глубоко и настолько полно, что эта сущность его с превеликой благодарностью пойдет в новое рождение, потому что ему здесь на этой земле больше нечего делать. И комичная ситуация. С одной стороны, сделал для человека добро. Все ему объяснил, он все понял. Ему уже здесь нечего делать, все отработано. А с другой стороны, нужно разбираться с прокурором, который скажет, зачем человек умер. Пришел на коррекцию и умер. Вот здесь важно соблюдать принцип необходимости и достаточности. Коррекция всегда идет на необходимом и достаточном для данного пациента уровне до тех пор, пока ему это необходимо. Не более того. При этом очень важно раз и навсегда поставить мыслеформу, что в процессе коррекции никто никогда, ни при каких условиях не имеет права пострадать. Что такое смерть с точки зрения инеологии? Смерть – это перезапись в новое рождение. Это очень интимный процесс. То есть человек за свою жизнь накапливает определенный багаж знаний. И эти знания он должен перезаписать в общее информационное поле и пойти в новое рождение. По идее, если бы перезапись шла полностью, то физическое тело, оно бы растворилось и тоже перезаписалось. Вот здесь и заложен основной деструктивный механизм в структуре ДНК человека. Ведь когда мы умираем, мы перезаписываемся через информационное поле и уходим в новое рождение. А тело гниет. Непонятно пока, кто, когда, в прошлом или в будущем внес вот это изменение в структуру ДНК. Но суть такова, что после смерти тело остается. Иначе, если бы человек имел возможность свободно выходить в информационное поле событий и таким образом тело, которое является трехмерной проекцией многомерной сущности человека, тоже, соответственно, перезаписывалось бы, человек обладал бы реинкарнационной памятью. Ему не приходилось бы заново рождаться и учиться опять всему тому, что он уже проходил. Он бы умел читать, он бы помнил все свои действия в прошлой жизни. Соответственно, он бы не совершал ошибок и невозможно было бы изымать потенциал. То есть шел бы постоянный процесс обучения у человека. И здесь нужно особо отметить, что обряд похорон в том виде, в каком он у нас проходит, с отпеваниями, состинаниями, он недопустим в том виде, в каком он у нас практикуется. Особенно недопустимо брать завязки, обмылки спокойненько, что-то подкладывать, какие-то свои предметы подкладывать в гроб. Всех нас в детстве учили, что нельзя с кладбища ничего брать домой. Поскольку, когда мы что-то берем из гроба, те же самые завязки или воду спокойненько, мы тем самым можем подселить себе этот астральный план. Вот, кстати, у мужчин, когда большой живот, чрезмерно большой, это не обязательно последствия пивного алкоголизма. Это, как правило, сожаление о смерти отца. Человек настолько втягивает этот астральный план в себя, что этот астральный план начинает давать рост живота. Вот мужчины потом мучаются, вот с таким животом уходят. А надо всего-навсего вовремя отпустить умершего родителя. Хотелось бы, кстати, рассказать такой случай. Не знаю, даже курьезный он или трагичный. Пришла женщина на прием, привела своего мужа. И ситуация состояла в том, что когда-то в прошлом была чья-то смерть кого-то из их друзей, и они присутствовали на похоронах. И жены, ну вот несколько там, 14, по-моему, человек-мужчин было, и жены решили, чтобы мужья не гуляли под литием в воду после омовения покойников. Ну вот спустя два года практически, сколько, 12 человек из них умерли, двое остались. Вот одного из них привели на коррекцию, потому что жена боялась, что и он умрет. Вот, пожалуйста, последствия, черномагический обряд, построенный на культе мертвых. Переливание крови – очень опасный процесс. Я знаю, что с точки зрения инеологии это еще более опасный процесс. Расскажи, пожалуйста, подробнее о донорстве. Безусловно, донорство спасает, позволяет спасти жизнь множеству людей. И это необходимо. Но делать это нужно очень грамотно. В США был проведен эксперимент, точнее, даже не эксперимент, а женщина, пострадавшая в ходе какой-то аварии, где, в общем, перелили кровь от разбившегося мотоциклиста. И спустя какое-то время она стала видеть, как будто она едет на мотоцикле, разбивается, при этом периодически ей казалось, что она мужчина. То есть в данном случае идет речь о том, что произошло подселение через перелитую кровь вот этого мотоциклиста разбившегося. Когда происходит переливание крови, происходит подселение астрального плана донора к реципиенту. Вот для того, чтобы этого не было, нужно тем, чью кровь переливают к реципиенту, пожелать, чтобы они забрали все свои астральные метки с этой крови и понять, что эта кровь принадлежит только данному реципиенту и не несет никакой информации о доноре. Поскольку донор может умереть, уже, соответственно, подселение астральное будет этого человека тянуть вслед за ним. Человек начинает болеть, у него возникают какие-то проблемы. В частности, тот же самый донор может иметь кучу подселения покойников, через эту кровь все эти подселения перекочуют к реципиенту. Поэтому переливание крови нужно делать осознанно, с пониманием того, что астральные метки должны считаться к своим владельцам. Программа зомбирования. Кому это нужно и кто за этим стоит? Поскольку программа зомбирования – это не только зомбирование непосредственно какого-то индивида с помощью каких-то психотронных или психотропных технологий или гипноза, программа зомбирования очень обширна. она включает в себя и воздействие на умы человечества в целом, для того, чтобы люди проводили генетические эксперименты. Та же самая генномодифицированная пшеница – это что такое? Это последствия программы зомбирования, поскольку в умы человечества вкладывается определенная информация. Таким образом, человек начинает разрабатывать генномодифицированную пшеницу, которая в итоге даст последствия на генетическом уровне у человека. Это приведет к генетическим мутациям. Мы все понимаем, что генномодифицированные продукты – они вредны, недопустимы их используя. Но мир так устроен, к сожалению, что приходится с этим сталкиваться. Кто за этим стоит? Кто стоит за программой зомбирования? Так же, как и за всем остальным, о чем мы сегодня говорили. Естественно, пришельцы. Деятельность пришельцев на Земле носит характер экспериментальный. Они проводят эксперименты над людьми. Ведь мы же проводим эксперименты над себе подобными, над братьями нашими меньшими. Также и пришельцы проводят эксперименты над людьми, в том числе и медико-биологические эксперименты. Вот для того, чтобы эти медико-биологические эксперименты состоялись, и существует программа зомбирования. То есть, гриф секретности – одна из форм программы зомбирования. Гриф секретности, он и нужен для того, чтобы маскировать деятельность пришельцев на Земле. Ведь иначе их деятельность была бы видна, она бы была на поверхности, и эксперименты просто провалились. Последствием зомбирования являются алкоголизм и наркомания. Ну, одним из видов последствий. Человек, допустим, работает на закрытом предприятии, где высокий уровень электромагнитного излучения. Как следствие, нарушается выработка этилового спирта в организме, и повышается уровень выработки метилового спирта. Человек, для того, чтобы нейтрализовать действие метилового спирта, должен употреблять большее количество этилового спирта. Таким образом, он начинает спиваться. В ходе экспериментов пришельцы проводят так называемые ротационные похищения. Когда астральный план человека изымается, туда встраивается определенный блок информации, через который идет программирование поля событий. И вот здесь нужно поговорить о наркомании, поскольку, когда человек употребляет наркотики, то происходит выделение астрального плана, астрального тела. И, в принципе, человек становится уязвим. Он живет, во-первых, в некой иллюзорной, вымышленной реальности. В этот момент он уязвим, и можно программировать поле событий как угодно. Естественно, пришельцы этим пользуются. Для этого и программируют поле событий человеку так, через тот же самый гриф секретности. Ведь мы знаем, что у людей, носителей грифа секретно, бывают проблемы в семьях. Часто у детей с наркотиками, у жен бывают проблемы. Это ни в коем случае не говорит о том, что не нужно там работать. Нужно просто понимать, с чем мы имеем дело. И каждый человек должен осознанно подходить к вопросу безопасности, к вопросу секретности. Как следствие, когда человек употребляет наркотики, происходит изъятие астрального тела, как я уже сказал, и программируется поле событий. Для чего? Для того, чтобы в дальнейшем у человека не сложилась жизнь. Медицина и целительство с точки зрения инеологии. Лечить человека бессмысленно. Если человека лечить от конкретной болезни, вот представляешь, ты придешь на прием, я тебя буду лечить, ты мне скажешь, у меня болят почки, я буду целенаправленно лечить почки. Это абсурд. Или у человека онкология, лечить ему онкологию. Вылечу онкологию. Или почки. Завтра кирпич на голову упадет, и человек умрет. Или под машину попадет. Почему? Потому что модель поля событий, в общем, не поменялась. Если человек должен был в этот момент умереть по полю событий, а ему убрали онкологию, да, он так же умрет. Поле, в принципе, не изменилось. Он умрет через два дня. Поэтому нужно не лечить, а менять модель поля событий. За счет осознания человека на своих ошибках. Вот я в связи с этим хотел бы отметить, что я был в командировке в Магнитогорске. Вот там, когда работали, я почему говорю, что я, потому что женщина пришла на прием и рассказала, я с ней работал, она рассказала, что брат у нее был болен туберкулезом. И врачи уже отпустили его умирать домой. Так вот он, как его отпустили домой, лег пластом, уже приготовился к смерти, стал вспоминать всех своих обидчиков, кого он обидел, просить у всех прощения. Потом ходил ко всем друзьям, с ними со всеми прощался, при этом просил прощения. Через месяц он понимает, что он не умирает, хотя врачи сказали, что две недели ему отпущено. Пришел к врачу, туберкулеза нет. Вот, пожалуйста, пример. За счет осознания собственных ошибок. Человек исправил модель поля событий. И в этом случае он не просто вылечился от туберкулеза, модель поля событий изменилась. И как следствие проекция этой модели поля событий, многомерного поля в трехмерии, вот на уровень физического тела, дало такую проекцию, когда в этой проекции нет места туберкулезу. Соответственно, меняется состояние физического человека, меняется жизнь в общем. Вот это типичный пример. Что такое программа внедрения? Программа внедрения – это основная программа, которая позволяет изымать у человека потенциал, так же, как и программа космического донорства. Основными этапами программы внедрения, ну вот основной, начальный этап – это аллергия. Что такое аллергия? Это внедрение определенного астрально-ментального плана, которое зачастую тянется из прошлой реинкарнации. Допустим, у человека аллергия на пыль или на цветение. Это значит, что где-то там в прошлой жизни человека могли казнить, а казни, сам понимаешь, какие были, цепляли к лошади и тащили по дороге, как пример. В момент смерти в эти раны набилась пыльца или эта же самая пыль. И если человек бы выжил, а выживал редко кто, то иммунная система человека отторгла бы этот астральный план, и человек бы от этого избавился. Но так как человек умер в этот момент, он уже не может с этим справиться. Он переходит в следующее рождение вот с этим астральным планом чужеродным. Возникает аллергия. У человека астма – это, по сути, аллергия на воду. Человек в прошлой жизни мог утонуть. И, как правило, у астматиков в этой жизни кто-то всегда в окружении находится. Либо кто-то утонул, они посочувствовали, либо человек сам тонул. Также и по отношению ко всем другим видам аллергии. Ну, допустим, то же самое психосоматическое заболевание – нейродермит или экзема. Что это такое? Это у человека кто-то сгорел в пожаре, либо человек в прошлой жизни погиб в пожаре, или вот раньше засыпали известью умерших или умирающих. Вот, кстати, такая казнь была – бросали в яму с известью человека, он там умирал. Аллергия на пух птичьи. Вот раньше форма казни такая была, человека запускали в амбар с птичьим пухом, и он там закрывали, он там задыхался. Вторым этапом программы внедрения является онкология. Онкология бывает доброкачественная и злокачественная. Доброкачественная онкология воспринимается и неукорректором в виде шишечки. Вот, допустим, на уровне щитовидной шелезы, может быть. Что это значит? Это значит, что идет перераспределение, то есть суммарная ответственность человечества за деструктивную деятельность в отношении природы. Та же самая вырубка лесов. То есть потенциал человека идет на восстановление тех же самых лесов. Вот через это доброкачественное новообразование. В данном случае речь идет о том, что нужно просить прощения у природы в целом. Злокачественная онкология – это уже наказание за применение эзотерических знаний во вред человечеству в целом. Это гадание, это серьезное колдовство. Нужно сказать, что не все, кто болеют онкологией, должны обязательно колдовать. То есть зачастую онкология просто перераспределяется, происходит магический переброс, перераспределение чужой онкологии. Это, как правило, бывает, когда человек прикладывается к мощам. Представляете, вот к мощам прикладывается множество людей, больных, здоровых, у кого-то свои подселения покойников, у кого-то онкология. Эта информация перезаписывается на эти мощи. Следующий подходит, он эту информацию перезаписывает на себя. Вот, пожалуйста, типичный пример переброса магического через те же самые мощи, через тот же самый поцелуй покойника, когда человек принимает участие в обряде похорон и целует умершего. А если человек умер от онкологии, через вот этот поцелуй, вот это подселение, через чрезмерное сочувствие, эта онкология может включиться в какой-то момент на стрессе. Вот это типичные формы переброса, злокачественная онкология. Дальше идёт ВИЧ, ещё одна фаза программы внедрения. Что это такое? Это энергоинформационный вирус, ВИЧ-инфекция. Когда происходит выгорание ноосферы человека, то есть выгорание астрально-ментальной сущности человека, для того, чтобы можно было изъять полностью потенциал этого человека, то очень часто в центр ЭНИО приходят люди, у которых проблемы с рождением детей. Нужно сразу отметить, что проблемы с рождением детей – это проявление программы космического донорства. Программа космического донорства – это и есть программа, направленная на изъятие потенциала как самой супружеской пары, так и будущего ребёнка. То есть блокируется выход в рождение. Ребёнок не родился – потенциал изъяли. Очень часто люди, женщины, кстати, могут рассказывать о том, что они во сне видят себя беременными. Или во сне участвуют в половых актах непонятно с какими существами. Вот это как раз типичное проявление программы космического донорства, когда идёт изъятие астрального плана яйцеклетки. И недавно у нас в центре была женщина, которая рассказала, как лежала, легла спать и вдруг почувствовала, что сзади кто-то наваливается, тут её кто-то обхватил, какая-то жуткая рука. В тот момент, когда она стала бояться, испугалась образа этой руки, она вдруг превратилась в мужскую красивую руку, и в этот момент её кто-то овладел. При этом никого она не видела, рука тоже растворилась. Это обычные типичные контактные ситуации с пришельцами, которые зачастую бывают. Тут был ещё такой случай, могу рассказать. Девушка в Курске жила, в какой-то момент она увидела какую-то сущность, перед ней появилась сущность, она испугалась, побежала, ну они жили в частном доме, побежала на этаж вниз, там была мать с её братом младшим. В тот момент, когда она вошла в комнату, она услышала шлепки, шаги сущности, которая шла следом за ней. В этот момент у брата резко пошла очень сильно кровь, он потерял сознание, после этого у брата начались психические отклонения. Человек попал в психиатрическую больницу. Вот типичный пример воздействия. Нужно сказать большое спасибо французским учёным, которые рассекретили данные о том, что у Наполеона в голове был чип. Мы, кстати, с этим в коррекциях неоднократно сталкиваемся, когда у людей бывают, выходят чипы после коррекции. В частности, в Ростове-на-Дону был случай, когда девушка проснулась и увидела во сне, как её забирают на летающую тарелку, делают какую-то операцию, и вот когда проснулась, на ноге у неё был нанесён штрих-код. После этого она быстренько пошла в центр рейня, чтобы её откорректировали. И вот что касается Наполеона, французские учёные обнародовали данные, что у него в голове был чип, и гениальным он был не потому, что он был такой гений и видел поле событий, вот то, что происходило на поле битвы, глядя на часы, а потому что ему через МЛО, через тарелку напрямую в голову транслировали все события и давали команды, куда кого направить, на какую бойню. Вот в этом-то и состоят эксперименты пришельцев. Моделирование поля событий, проведение генетических экспериментов, медико-биологических экспериментов над людьми. И, как мы выяснили, в ходе энергоинформационного анализа всех тех случаев, когда к нам приходили и рассказывали о тех или иных контактных ситуациях и их последствиях, хотелось бы сказать, что деятельность пришельцев направлена на то, чтобы внедрить в структуру ДНК кремно-органическую структуру. Если на графитовую пластину нанести кремний, с одной стороны подключить электрод, с другой стороны подключить электрод, то мы получим разность потенциалов. Мы знаем, что существуют кремно-органические формы жизни, те же самые губки на дне океана, которые живут десятки тысяч лет. Мы представляем собой углеводородную форму жизни. У нас ДНК такая. У кремно-органической формы другая модель ДНК. Вот если совместить две модели ДНК, то есть внести в углеродную форму жизни структуру кремно-органической ДНК, получится идеальная рабсила, биоробот. Выставил на Солнце, подзарядился, иди работай. Вот мы считаем, что на это и направлены эксперименты пришельцев. Поэтому они в ходе программы космического донорства изымают астральный план яйцеклеток для того, чтобы можно было получить генетический материал, чтобы создавать своих биороботов, у которых в структуре ДНК присутствует кремно-органическая составляющая. Вот в чем состоит основа донорства. Я сам неоднократно наблюдал НЛО. А с точки зрения инеологии, Земля – это большая экспериментальная база пришельцев. Многие люди наблюдают НЛО. И чем дальше, тем больше… Кстати, если я видел в интернете, есть ролик, когда над Кремлем висит пирамида. Пирамидообразная НЛО. Причем НЛО не обязательно должно быть в виде тарелки. Это может быть плазмоидное образование. Ведь что такое плазмоид? Это трехмерная проекция, своего рода срез, трехмерная проекция многомерного летающего объекта. Объекты же бывают полиморфными, то есть они не имеют определенной формы, они меняют свою форму. Эти объекты могут вылетать из-под воды, они могут зависать, они могут бесшумно летать. И суть в том, что пришельцы, они проводят эксперименты над людьми. И вот здесь хотелось бы отметить то, что многие люди говорят о том, что для них нет преград. Естественно, если взять кристаллическую решетку от какого-то твердого тела, допустим, стул или кусок металла, и если увеличить атомы кристаллической решетки до размера теннисного мяча, то расстояние между этими атомами будет равно примерно полутора километрам. То есть, по сути, вся эта материя в основном пустота. И возможность понимания многомерных законов, возможность воспринимать не только трехмерные пространства и позволяет пришельцам использовать это качество, когда говорят, что появились истины и прямо вышел, пришельц, сущность вышла или что-то материализовалось, а потом вдруг растворилось и исчезло. Это как раз основано на понимании многомерных законов, когда эти пришельцы воспринимают не только трехмерие, а более высокие метрики пространства. Ведь кто сказал, что они должны воспринимать только трехмерие? И деятельность их таким образом направлена. Представь себе, что мы прилетели на Землю, в тарелке, смотрим на весь этот копошащийся муравейник. Или мы смотрим на муравьев. Что мы будем с ними делать? Проводить эксперименты. Так и пришельцы проводят над нами свои эксперименты. Субтитры создавал DimaTorzok